Еще одна марка косметики, о которой очень хочется вам рассказать, это косметика Мурад. Косметика Мурад это также американская косметика, это косметика, созданная врачом-дерматологом. Косметика Мурад также является профессиональной и обладает очень широкой линейкой, в зависимости от портретности вашей кожи, в зависимости от вашего возраста. Мурад я пользуюсь относительно недавно, Мурад я пользуюсь около двух лет, нашла его здесь, где я живу, здесь его можно найти в аптеках. Мурад не самая дешевая марка, но марка достаточно качественная, в Мураде большое количество различных сывороток, различных препаратов локального действия, в плюс в Мураде конкретно мне очень нравится умывание. И в основном все мои гели для очищения именно Мурад. Моим любимчиком, средством, которое входит в пятерку моих самых любимых средств, является АХБХА Exfoliating Cleanser от Мурад. Все очищающие средства от Мурад представлены вот в таких вот больших тубах, объем туба 200 мл, и на каждой из них внизу она маркирована специальным цветом, на котором написана непосредственно та линия, в которой данная позиция представлена. Это позиция из линии H-Reform. Что такое АХБХА Exfoliating Cleanser? Это кислотное очищение, плюс еще помимо кислот здесь есть микрогранулы. В первую очередь данное очищение мне нравится своим объемом. 200 мл, согласитесь, это действительно достаточно много. Данное очищение, данный клинцер в первую очередь я использую для очищения моей зоны декольте и зоны спины, если вдруг у меня там появляются какие-либо высыпания. Плюс я всегда могу нанести 3-5 минут массирующими движениями на лицо в качестве профилактической эксфолиации раз в 3-4 дня, если я понимаю, что мне это действительно нужно. А Gentle Cream Exfoliating у меня либо закончился, я пока не хочу прибегать к такому средству с точки зрения концентрации кислот. Конечно, Gentle Cream Exfoliating более сильный препарат. Murat более мягкий препарат, который в принципе не может вызвать никаких проблем и подойдет людям даже с чувствительной кожей. Просто надо понимать и следить за вашими ощущениями непосредственно в момент нанесения. Следующая позиция Murat, о которой мне хотелось бы рассказать, это еще 2 геля. Это один Murat Clarifying Cleanser. Это как раз линеечки Blemish Control. Он достаточно сильный, он обладает подсушивающим эффектом. И им я пользуюсь в экстренных случаях, когда у меня появляются те или иные высыпания на лице или на теле. Этот гель очищающий также в объеме 200 мл. В принципе, как я уже сказала, все очищающие гели Murat выходят именно в этом объеме. Следующий гель Murat, который я достаточно часто использую для умывания. Вот вы видите, он собственно уже практически закончился. Его здесь осталось на 2-3 применения. И я с удовольствием еще раз куплю. Его же это Soothing Gel Cleanser из линейки Redness Therapy. То есть для чувствительной кожи, для кожи с покраснениями. Чем мне нравится непосредственно этот очищающий гель? Тем, что в его составе содержится молочная кислота, которая очень мягко очищает мою кожу, не вызывая раздражения, не вызывая стянутости. Также в нем находятся гранулы с защищающими маслами, которые во время массажных движений, во время нанесения геля на мое лицо лопаются. И, собственно, все это масло, все те питательные элементы, которые в этих гранулах находятся, они попадают на кожу и смешиваются с гелем. Этот гель мне нравится тем, что даже когда моя кожа очень раздражена, даже когда она пересушена, после умывания с помощью этого геля у меня не возникает никаких неприятных ощущений, не возникает никакого раздражения. Наоборот, моя кожа себя чувствует еще более комфортно, чем до очищения. В линейке Мурот большое очень количество гелей очищающих. Также у Мурот есть очищающая пенка в линейке с гранатом для очищения пор и осужения пор. В линейке Мурот есть вот такой вот маленький Blemish Spot Treatment. Я его покупала как аналог маленькому клинику, который Breakout, маленький Solution или Blemish Solution. Начала пользоваться этим, периодически его наношу, периодически бросаю его в сумочку с собой, если куда-то еду. Работает? Работает. Но клиник мне нравится все еще больше, поэтому клиником пользуюсь отдельно. Это непосредственно позиция, пользуюсь по осадочному принципу, хотя состав здесь тоже очень-очень достойный и, собственно, очень удобный дозатор. Средство непрозрачное. Средство такое слегка белесое и при нанесении на проблемную зону оно, конечно, будет оставлять определенный след. То есть нанести так, чтобы было совсем не видно, скорее всего, у вас не получится, и наносить по верхнему макияж тоже будет не очень удобно. Что еще мне нравится в Муроте? В Муроте достаточно неплохая линейка уходовых позиций по глазам, и в Муроте есть линейка с витамином С. Собственно, я объединила эти два направления, и вот сейчас я пользуюсь в Муроте вот таким вот Essential C.I. Cream. Он здесь в объеме 15 мл. Он в линейке Environmental Shield. Это оранжевая линейка от Мурот. Это крем с вот таким вот дозатором небольшим. И здесь у нас SPF 15. На данный момент я использую этот крем как основной мой базовый уход за зоной вокруг глаз в дневное время суток, потому что здесь есть SPF, потому что здесь есть витамин С, который помогает осветлять зону вокруг глаз, обновлять кожу, питает, увлажняет. И сейчас, в принципе, мне этого крема вполне и вполне достаточно. Также в Муроте очень неплохие дневные увлажняющие позиции, совмещенные с неплохим SPF. На одну из них я обратила внимание после того, как прочитала и услышала о ней несколько раз упоминание в блоге Лизе Элтрич. Это вот этот вот. Также в линейке Environmental Shield с оранжевой полосочкой. Это Essential CJ Mouse Tracer в объеме 50 мл с витамином С. Это универсальный увлажнитель дневной для кожи любого типа с широким спектром SPF защиты, с цифркой 30, которого, в принципе, вот такой вот тозатор. Да, если вы не длительное время находитесь на солнце, если вы более длительное время находитесь на солнце, то я думаю, что SPF защита должна быть для зоны лица все-таки минимально 40. Если у вас есть проблемы с пигментацией, то на зону, где уже появилась пигментация, стоит наносить защиту с еще более высоким фактором, желательно 45-50, не меньше. Еще один увлажнитель с SPF защитой, это вот такой вот Balancing Mouse Tracer со SPF защитой 15. Он в линейке Pore Reform. Это как раз та самая вишневая линейка с гранатом, направленная на улучшение состояния ваших поров, которой Мурат представляет единственную в их линейке очищение пенку. Вот как раз вот в этой же линейке ее можно и посмотреть. Вот Balancing Mouse Tracer, он менее жирный, чем Essential C.J. Mouse Tracer, потому что он непосредственно создан для жирной и проблемной кожи, поэтому финиш от него будет более матовый. Единственное, что SPF у него в два раза меньше, то есть 15, и им я пользуюсь, как правило, в несолнечную погоду, в пасмурную погоду, либо в осенне-зимний период, когда солнышко нас радует очень-очень-очень редко. Также в Мураде есть очень неплохие концентраты. Концентрат ретинола есть для заполнения глубоких морщин и, в принципе, для борьбы с морщинками, которые у вас уже есть. Есть очень неплохая коллагеновая сыворотка. Подобными сыворотками я пользуюсь сезонно, буквально месяц-полтора, раз-два раза в год, чтобы тонизировать мою кожу, чтобы заставить ее работать, чтобы ее подбодрить и дать ей немножечко тех препаратов, которые, собственно, ей нужны. О косметике Доктор Себа, как и еще о нескольких моих любимых марках, расскажу вам в ближайшем видео. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Если нравится, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, задавайте, пожалуйста, вопросы, с удовольствием на них на все отвечу. Пишите, давайте не терять контакт. И всем пока-пока, до встречи на моем канале.